всем привет мои хорошие ну наконец-то пришло время и я решила теперь протестировать испытать мою новую печку я ее тогда установила я вам уже показывала в предыдущем видео печку установила поставила и в общем то я ее включила чтобы испарилась вот это вот испарение как смазки вот эти вот на тенах но там было написано включить на максимальную мощность и чтобы вот это все испарилась вот это я подготовила плиту правда духовку еще не включала не испаряла но приготовить на ней у меня не было времени я в общем-то убежала умчалась к дочке и в общем я вчера вечером от дочки приехала по быстренькому там сварила пельмешки и ничего особо не готовила но сейчас я хочу протестить самое главное новая плита и вот новая сковорода которую я брала фаберлик ну во-первых сковорода у меня диаметром 28 а здесь диаметры поменьше 15 надо взять кстати померить вот но как меня убедили менеджеры что ничего страшного когда сковорода там или кастрюля больше чем тен то это даже лучше чем наоборот должно вроде бы как все равномерно там поджариваться на предыдущей плите которая мне была индукционная если вы помните я жаловалась на то что подгорает в одном месте даже когда минимальная ставлю прямо на самую минимальную мощность равно в одном месте подгорает а по периметру вообще ничего не жарится приходилось все это как-то перемещать но в принципе такая же плита у меня была только у меня были тены вот такие вот дугообразные знаете а сейчас я решила взять блины почему потому что если у меня раньше допустим проливалась ну к примеру молоко было такое оно заливалось туда в эту чашу начинала она дымить приходилось печку выключать отставлять это молоко ждать пока остынут тены для того чтобы тен этот поднять и там вот это все вытереть и это было у меня за многие годы не раз естественно что-то туда попадала там дымилась и так далее в общем вот это вот вытирать и потом чаша она уже теряет свой внешний вид и неэстетично уже выглядит все это но у меня все предыдущие печки вот у меня были мечта еще раньше вообще было без духовки и всегда я брала вот какие-то такие вот эти вот вот этот тен но на этот раз я решила взять тен закрытый просто вот блин и все чтобы раз вокруг вытерло и чтобы было все чистенько аккуратненько я спрашивала в чем разница чем отличается тен такой от другого но сказали что он вроде просто как медленнее нагревает ну честно говоря я вчера кастрюльку поставила с водой она нагрелась я не заметила по времени что она как бы медленнее мне кажется так же как и на том тене в общем то я не заметила разница честно говоря я бы не сказала что прям особо сильно медленнее ну может быть этот тен просто нагревается чуть дольше но может быть совсем чуть-чуть что это даже не ощутимо вот насчет этого все понятно теперь мне хочется протестировать эту сковороду я вам хочу сказать девочки вот порой сковорода стоит столько же сколько плита вот такая скажем да но с этими закрытыми тенами печка стоит 7 260 рублей а вот с такими тенами как у меня была она стоит 4 490 рублей девочки а моя сковорода без скидки она стоит там по моему 5 600 или 5 800 то есть даже сковорода стоит дороже печки вот поэтому если вы уже покупаете хорошую сковородку на самом деле хорошую сковородку иметь хозяйки это всегда очень приятно когда она готовит на ней хорошо и мыть ее хорошо в обслуживании все качественная сама по себе сковорода имейте такую это просто здорово вот поэтому я вот ради сковороды но не только ради сковороды конечно но решила печку поменять я в общем то давно хотела но как-то откладывала думаю ну ладно вроде не актуально индукционная была но правда вот то что она шумит а я для вас снимаю не хотелось бы лишний шум иметь мне это не нравилось и особенно не нравилось то что вот она действительно неравномерно вот это вот жарит что-то да вот поэтому я решила сейчас протестировать ты со сковородой новой и я думала что же мне приготовить такое ничего такого особо новое не буду готовить сейчас для того чтобы чистый эксперимент был я сделаю как обычно обивные я их часто готовлю и я просто сделаю на новой сковороде и на новой плите и посмотрим как работает у нас вот ты на этой печке ну а после этого чуть позже я хочу приготовить что-нибудь в духовке пока что я еще в разуме что может быть пирог какой-нибудь простенький сделать но мясное раз я уже буду жарить мясо то уже мясной там готовить ничего не буду скорее всего что-нибудь испеку ну подумаю пока сейчас что ну в общем ладно больше дела меньше слов да давайте начнем ну вот девочки о чем собственно я веду речь я взяла сейчас сантиметром померила диаметр вот этой вот поверхности этот блин да тен называется они у меня два одинаковые у них диаметр 15 сантиметров а вот эта сковорода но она идет 28 сантиметров а именно самого днища диаметр идет 25 вот отсюда до сюда то есть понимаете насколько больше да здесь идет само днище ну считаю что по 5 сантиметров с каждой стороны из боков но и сейчас я отбивные отобью как я это обычно делаю и попробуем пожарить посмотрю я насколько она нормально пожарится или как-то ненормально хочу сравнить но отбивные я буду делать как я это делаю обычно также их немножко поотколочу и соль перец яйцо и обваляю в сухарях ну что девочки включаем печку для разогрева максимально сразу ставлю все и тишина вот что мне нравится никто не гудит ничто не шумит пусть пока разогревается она я налью сразу маслица на сковородочку хватит и все посмотрим сколько времени будет она разогреваться например девочки ну что прошло минуты четыре я думаю сковорода уже разогрелась может быть не настолько не дни на кипяток прямо ну нормально масло и немного налила можно было и побольше бы налить мы посмотрим в общем вы знаете вот конечно то что долго разогревается это минус с другой стороны есть остаточное тепло это плюс то есть когда я печку выключаю еще минут пять она продолжает как бы готовится доходит все но я уже привыкла все заранее выключать уже знаю сколько насколько раньше нужно выключить чтобы оно дошло ладно будем жарить мне нравится что все потихонечку без всякого шума лишнего все потихонечку жарится ну-ка посмотрим так еще она переворачивать здесь тоже рано еще пока чуть-чуть еще надо поджарить я решила уже перевернуть мне не терпится так ну вроде бы пока нормально посмотрим дальше ну по крайней мере то что я сейчас вижу что у меня масло кипит не только по центру оно кипит и по периферии то есть оно по периферии кипит на индукционной плите у меня здесь даже масло не кипело по периферии а в середине подгорало мы посмотрим результат уже в общем девочки у меня уже бивные пожарились единственная конечно это моя ошибка что я слишком рано положила бивные и панировка немножко прилипла но следующий раз я учту и то что разогревается все таки это печка дольше чем индукционная но это понятно всем вот и вот сейчас я уже выключила продолжает жарится поэтому мне нужно просто отставить сковороду в сторону и все а так в принципе нормально прожаривается по периметру чуть чуть меньше конечно чем центре но в принципе все прожаривается нормально ну что продолжим что ли девочки давайте духовочку мы теперь протестим да я включила на разогрев раз она долго греется пусть греется ничего не будет ей я решила сделать шарлотку это быстро и в общем с яблочками что-то захотелось пирога простого 4 яйца стакан сахара стакан муки но сначала я просто возьму яйца добавлю сахар и перемешаю это все я перемешаю все это обычной ложкой можно венчиком можно миксером просто это такое простое тесто что тут взбивать особо ничего не нужно просто перемешать можно чуть-чуть добавить соли даже не можно желательно так как здесь много сахара чуть-чуть соли все можно добавить теперь сюда стакан муки муку сразу просеиваю готово но обычно я соду гашеную уксусом добавляю можно добавить разрыхлитель просто раньше когда не было разрыхлителя мы всегда в детстве добавляли соду гашеную уксусом вообще разрыхлитель добавляют муку и я об этом чуть-чуть позабыла у меня есть открытый разрыхлитель его надо использовать поэтому я его сейчас просто так сюда подсыплю и все и вот как раз чуть-чуть немножечко разрыхлителя там буквально без верха чайная ложечка все это все перемешиваем хорошенько до однородной массы и но еще надо добавить сюда ванилин у меня кристаллический я добавляю чуть-чуть ванильный сахар тоже пол чайной ложечки примерно в общем на вкус главное чтобы он пах ванильчиком вот такая вот консистенция у нас и должно получиться яблочки уже помыла ну три яблока средних примерно так я делаю все в общем это готово ну теперь надо взять яблочки просто кусочками нарезать но начинку вытащить вообще яблоки можно почистить по желанию но я лично их никогда не чистила всегда делались яблоки не чищеные вот такими вот примерно кусочками вот такими ну вот яблочки нарезала все тесто у меня готово осталось мне формочку застелить пергаментную бумагу и все духовочка уже разогрелась вот так бумагу застелила теперь я на дно выкладываю яблоки распределим их вот так равномерно везде я очень давно что-то не делала шарлотку я что-то давно и не делала а тут мне что-то захотелось думаю ну-ка тем более это так быстренько и просто а я так как уставшая мне не хочется сейчас ничего сложного делать ни на чем таком заморачиваться просто легенький такой пирог и в магазин идти покупать ничего не охота дай печку заодно протестить надо да вот так все я это все яблочки распределила а теперь я просто вот этим вот всем залью вот так вот раз 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 ой ну чё я вас учу вы наверное все уже знаете как делать шарлотку но это у меня уже по привычке наверное я уже привыкла вас чему-то учить просто комментирую то что делаю вот так все ну и теперь надо вот это вот распределить равномерненько чтобы яблочки были закрыты вот этим тестом жидким просто распределим и все и в духовочку ну я не буду говорить насколько я ставлю в духовку потому что я буду смотреть как подрумянится вверх значит будет готово минут на 15-20 насколько я помню ну точно не буду я вам потом скажу сколько она у меня была пробула в духовке все я вот это все покрою вот этим вот тестом и готово все духовочка разогрелась все я температуру ставлю на 180 но у меня было на 200 я просто ставлю на 180 и отправляем вот это вот дело в духовочку вот так вот как хорошо когда новое стекло новая лампочка так все хорошо видно сейчас покажу вам вот будем поглядывать на это дело девочки я включила вытяжку потому что печка новая и еще немножечко от нее вот исходит запах знаете как новой печки вот поэтому я чуть-чуть час вытяжку решила включить ну в общем то можно минут 20 по крайней мере не беспокоиться минут через 20 я загляну посмотрю что там делается вообще выпекать у меня написано 30-40 минут ну 40 это много а вот может быть 20-30 минут ну посмотрим как вверх подрумянится значит все будет готово прошло девочки 15 минут я смотрю у меня начинает подрумяниваться сверху но будем ждать дальше девочки прошло 25 минут по моему там все уже готово в общем я выключаю и достаю пирог посмотрим что вышло ну вот и все все прекрасно спеклось в общем то я могу сказать нормально духовка справилась но там где вот вместо повыше какое-то возвышение здесь чуть пропеклось больше потому что верхний и нижний тэн были включены ну а так по углам все пропеклось все равномерно все нормально в общем все я довольна все хорошо сейчас остынет пирог и буду есть уже его ну вот мой пирог уже остыл тепленький и я его сейчас хочу покушать с компотиком ой вкуснятина девочки вот такой пирог в разрезе очень вкусный я съела два кусочка такой воздушный вкусный мне прямо понравился девочки я на прошлой неделе покупала вот это сало домашнее с чесноком в пятерочке и обещала вам его попробовать но только что я его сейчас разрезала и попробовала очень вкусно девочки классная прям мягкая даже шкурочка жуется мне понравилось возьмите попробуйте такое ну что мои хорошие девочки вот день и подошел к концу я сегодня только я показывала тестирую это тестирую то и такое впечатление наверное у вас складывается что я одно за другим да мясо пожарила вы думаете его съела и сразу давайте пирог и тут же пирог съела и все остальное сейчас буду тестировать дегустировать дальше нет на это ушел целый день не переживайте все нормально я еще успела отдохнуть и выспаться и сейчас пока лежала я вспомнила что я обещала с вами там протестировать ну например вот эти конфетки трюфеля которые я брала пикс прайси и вот эти конфетки киттикат киткат называется я вчера вечером их по одной штучке съела попробовала но когда я съела у меня не был начат в лук не было видео начато но я хотела сказать очень вкусные трюфеля это я ожидала что там будут такие вот как вот эти трюфеля но она кругленькая таблеточка фу таблеточка конфеточка хопы что это но раз вкусная начинка девочки вкусная начинка вообще честно говоря не ожидала я не ждал что такие они вкусные она черненькая внутри но тут шоколадная снаружи только снаружи оболочка она такая более как шоколад твердый да а внутри как шоколад мягкий но такая вкусненькая конфетка я не знаю как вам показать но вот вкус трюфелей есть такой в общем как настоящая а вторая конфетка она там внутри хрустящая там вафелька я тоже но если не сладкого уже съела пирог там много сахара поэтому я так знаете вот по одной одну такую одну такую в день могу съесть их хватит больше не буду сейчас я вам покажу пополам так раза разомаю вот видите плохо видно вам да ну в общем вафелька внутри шоколад снаружи общем вкусная вкусная конфетка в общем конфетки мне понравились если честно я думала они будут хуже но редко когда мне нравится что-то из фикс прайса из вот каких-то вот этих продуктов но это не самое главное самое главное я хочу сейчас протестировать вот этот коктейль ванильный это фаберлик у меня до этого было два коктейля с ягодами с клубникой один коктейль другой смородина смородина и черника но вот эти ягодки они там попадаются на зуб их там пожевать надо все я решила взять взбить вот коктейль взять такой ванильный вот чтобы он был просто как обычный ванильный и без ягод мне просто интересно попробовать иногда хочется такого знаете коктейль коктейль выпейте все мне почему-то кажется что вот ванильный это самое то должно быть в общем короче говоря я сейчас его хочу протестить посмотреть какой он на вкус понравится он больше или не больше чем в общем девочки я на лима наливаю сюда 250 миллилитров воды тут есть мир очка все видно и тут есть мирная ложка нужно положить ложку куда вот этой смеси ванилинчиком пахнет это так здорово мы все взбить это вот это вот миксер все надо взбить эти в этом миксере здесь и так закрывается и все удобная штука ну так я делаю коктейль девочки потом я просто его взбиваю и он получается такой знаете вот воздушная в общем такая масса приятно мне интересно попробовать на вкус аж любопытно приятненький вот с ванилинчиком прям такое напоминает затем коктейльчик но и со вкусом и риски риски кис кис точно такое сравнение папа вкусу приятным приятный мне даже нравится здесь больше то что здесь не нужно вот эти вот хотя кусочки когда попадаются знаете тоже прикольно мне нравится короче этот коктейль вот такой ужин это супер для меня супер класс вот этот коктейль хороший девочки на ночь успокаивает все желание покушать она испаряется и спишь спокойно не просыпаешься среди ночи желание там что-то поесть или что-то какой-то дискомфорт где-то нет прямо классно до утра все спокойненько происходит и калорий мало 98 калорий в этой порции вот ну все девочки потихонечку буду попивать коктейльчик это уже будет мой ужин завершающий прием пищи как говорится завершение на сегодняшней еды и всякой рады все девочки если вы сегодняшний день у меня закончился я думаю что мы сегодня уже протестировали все что я обещала протестировать все что сама собиралась хотела в общем все протестировала как то так получилось что на один все тестирование на один день попали в общем девочки на тестировалась я сегодня и в общем хочу я подвести итог сегодняшнему дню но самая главная самая главная покупка который с которой начала я сегодня вообще все это тестировать это конечно плита но в результате я вам хочу сказать что работой плиты я довольна принципе она работает так так же как и все плиты мечта которые у меня были до нее а до нее у меня их было несколько вот я здесь живу уже 36 лет и на протяжении всех этих лет у меня были плиты мечта сначала у меня было просто без духовки белая помню потом коричневая тоже без духовки потом с духовкой уже появилась плита вот последние у меня очень долго работала и не знаю наверное ну почти 20 лет наверное очень много много лет работала и в принципе она еще работала бы можно было бы и починить но там уже как говорится просто решила сменить плиту и все выпекает она прекрасно также как и вот и нормальная то плита здесь сверху тоже все готовится как как и должно быть все нормально все меня устраивает и вот все таки то что закрытые тыны вот это вот меня честно говоря просто больше всего нравится потому что я за чистоту и чтобы вот она выглядела чистенько аккуратненько в общем кто-то там в комментариях уже написал что вот такую плиту взяли что-то там не понравилось я такую плиту больше брать не буду девочки если можете брать плиту какой-то более современную более дорогую конечно берите но вот в таком жилье например и при том что сейчас мне много не приходится на ней готовить меня она вполне устраивает это плита и по этой цене и в общем то я к ней уже привыкла как она работает знаю в общем пока что нареканий у меня к ней нет ну и на этом я хочу свое видео закончить сегодняшний день тестирования у меня закончен все протестировала что могла и что хотела а завтра уже начну новый блок и уже как-то другая будет тема вот кому видео мое понравилось ставьте лайк девочки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал кто не подписан и до новых встреч пока пока